Вань, привет! Итак, мы в этом сезоне проекта «Путешествие через край» уже посетили все запланированные места, города, станицы, поселки. И о чем же мы будем говорить в сегодняшней программе? Мы действительно посетили все места, которые были запланированы, но мы сняли гораздо больше, чем могли в себя вместить те программы, которые уже вышли в эфир. Потому что мы ограничены очень жестко рамками хронометража программы, то есть у нас 13 минут, и ни больше, ни меньше. А сняли мы гораздо больше, поэтому руководство канала пошло нам на встречу и позволило показать все то, что не вошло в основную часть выпусков, которые уже видели. То есть здесь будет и что-то из первой части нашего путешествия, имею в виду и Азузское побережье, и будет с Черноморского побережья, я думаю, что-то из Новороссийска попадет, из Геленджика обязательно, из Сочи. Так что я уверен, что это будет интересно. Правда, сам я, честно говоря, до сих пор пока не знаю, что именно мы покажем. Вот в этом неизданном, поэтому для меня это тоже будет сюрпризом. Он приехал к нам с Дальнего Востока. Он знает китайский язык. Он никогда, никогда не был на нашем побережье. Так кто он? Бздых или уже наш? Узнаем об этом в программе «Путешествие через край». Прямо сейчас. Ну а, кстати, вот как тебе анапские дельфины? Мультики вспомнились из детства про дельфинов? Я, честно говоря, не помню мультфильмов про дельфинов из детства. Я смотрел «Томми Джерри». Вот. В мое детство это, наверное, было популярно. Но что касается дельфинария, в котором мы были, вообще в Анапе их два, как минимум, дельфинария. Помимо этого еще и есть дельфинария в других местах по всему побережью. Но этот дельфинария, чем он отличается? Во-первых, тем, что дельфины находятся в естественной среде обитания. Там прямо вот огорожена сетка акватория, море, и они прямо вот в этой морской воде там плавают и показывают представление и так далее. Во-вторых, что интересно, как рассказывали те люди, которые там работают, что дельфины, они же общаются друг с другом посредством ультразвуковых волн, которые нашему уху не слышны. Так вот, вроде как, они там общаются со своими сородичами, которые живут в открытом море. Но поскольку дельфин считается очень умным животным, и оно на самом деле является таковым, как мне кажется, то сородичи близко не подходят. И поэтому, когда ты везде там слышишь на всяких прогулках то, что, возможно, встреча с дельфинами, встреча с дельфинами в открытом море, ну, по крайней мере, я как не пытался с ними встретиться, у меня так и не получилось. А что касается тех дельфинов в дельфинарии, ведь есть такое понятие, как дельфинотерапия. И очень многие заболевания, ну, я не знаю насчёт прямо исцеления, конечно, но лечат с помощью дельфинов. Это касается и задержки психического развития, и людей, у которых есть синдром Дауна, и заикание лечат, и разные заболевания центральной нервной системы. Мы даже были свидетелем одного такого сеанса. Вот это очень интересно. И дельфины, на самом деле, вот на меня они произвели очень такое благоприятное впечатление. Я бы сказал, мне очень понравилось. Жаль, только само представление мы не видели, но я думаю, что у меня ещё будет такая возможность. Ну, и, кстати, вот то, что дельфины живут в естественной среде обитания, да, мне кажется, это очень полезно и очень хорошо, потому что, в общем, и в целом естественная среда обитания, там она очень благоприятная. И красота вот этих вот мест, которые окружают и Утриш, и Суко, она, конечно, поражает. И там, во-первых, природа эта считается природой южного, такая же, как на южном берегу Крыма. И более того, вот эти вот отроги, сам полуостров Абрау, он, в общем-то, считает, раньше считался крымским. Более того, надо сказать, Крым был наш очень давно ещё, можно так сказать. Более того, там сохранились деревья, которым тысяча и более лет. И все эти деревья, они вот на этих скалистых берегах есть. И на скалистых берегах Суко, например, и в самом заповеднике, в котором мы тоже были. Что касается ещё этой природы, там есть такие можжевельники. Почему там объявляют каждое лето режим повышенной пожароопасности? Потому что вот эти можжевельники, которые там растут, и ещё помимо этого, там есть так называемая фисташка. Причём, естественно, это несъедобное растение, но вот эта фисташка, которая там растёт, её очень немного по всей стране осталось, и такое заповедное это место. И она внесена в красную книгу, кстати, между прочим. Более того, там вообще более 80, по-моему, если не ошибаюсь, растений занесено в красную книгу. И вот акватория тоже не просто так огорожена, потому что те, как сказать, организмы, которые обитают в море, их там тоже, в общем, можно сказать, осталось наперечёт. Природа. Что я ещё хотел по поводу природы сказать? Что вот эти условия, которые созданы горами и так далее, они поддерживают определённый микроклимат. Поэтому вот эта природа, она избежала ледникового периода, и там остались очень многие растения, которых нет больше нигде даже на побережье Чёрного моря и вообще на всём Северном Кавказе и даже в Крыму. Вот. И этим ещё, мне кажется, в общем-то, он привлекает туристов это место. И Суко, и Утриш, и Малый Утриш, и так далее. Единственное, опять же, мне бы хотелось, чтобы антропогенная нагрузка, ну, то есть нагрузка человека, на эти места была пониже, потому что народу там очень много. И, кстати, между прочим, местные этим пользуются. Например, въезд просто на парковку, вот в эту большую трещину, 400 рублей с машины, представляете? За час? Нет, не за час. Если бы за час, то это можно было бы вообще разойдиться. Но, тем не менее, мне кажется, это очень дорого. Со что ещё интересного в Абрау, кроме вина и фонтанов? Да, на самом деле в Абрау очень много всего интересного. Например, там есть центр аудиовизуального искусства, который называется «Марс». И чем он вообще… на самом деле очень сложно передать всю ту гамму ощущений, которые ты испытываешь, когда туда попадаешь. Во-первых, начнём с того, что над созданием этих инсталляций, или, как это называется, я не знаю, там… Да, наверное, всё-таки инсталляцией трудилась такая многонациональная команда. То есть это люди из Японии, из Франции, из Испании, естественно, из России. И то, что мы видим там, то, что человек, который попадает туда, может увидеть, это, в общем, можно сказать, что это то лучшее, то, что сегодня есть вообще в аудиовизуальном искусстве. Все инсталляции, они все, как бы это называют, имеют обратную связь. С ними со всеми можно взаимодействовать. То есть там установлены какие-то датчики, которые фиксируют твои движения. И если ты видишь перед собой, например, струны, которые как бы транслируются на экран, то своими движениями вправо или влево ты можешь эти струны, на них, в общем, играть каким-то образом. И прямо вот ты видишь, как волнами распространяется свет в одну сторону, в другую. Вообще, на самом деле, вот здесь очень сложно, наверное, словами передать те ощущения, которые ты испытываешь, потому что это надо вот почувствовать на себе. И сначала вот у меня лично было такое небольшое стеснение, что ли, потому что мне сказали, что нужно побегать в разные стороны, попрыгать, поприседать и так далее, для того, чтобы понять вообще, каким образом нужно контактировать с этой аудиовизуальной инсталляцией. И мне сначала было как-то действительно странновато это делать, потому что кажется, ну, взрослый мужик начинает бегать и прыгать в каком-то помещении. Но потом, когда ты втягиваешься в эту игру, можно сказать, что это и игра в каком-то смысле очень увлекательная причем, то сразу отпадают какие-то моменты стеснения или непонимания того, что происходит, и ты включаешься, абсолютно погружаешься полностью. Более того, там есть очень много таких интересных моментов, когда ты надеваешь очки, например, на себя 3D, да, и оказываешься полностью в такой, в дополненной реальности. То есть ты видишь какие-то там трехмерные картины, помимо этого на заднем плане идет звук. В общем, это на самом деле фантастика какая-то. Таких вот выставок, что ли, их всего две в России, одна в Москве и одна вот здесь. И более того, они каждый раз, они постоянно обновляются. Я думаю, что люди, которые там побывали или побывают только, они, ну, это будет очень такой яркий момент в их путешествии. Ну, по крайней мере, в моем путешествии через край это был очень яркий момент и очень такой запоминающийся. Я очень благодарен тем людям, которые это делают, потому что я больше нигде такого не встречал, правда. Есть еще и Пшатский округ. О нем, к сожалению, мало кто знает, а может быть и к счастью, кстати, к счастью для людей, которые там живут, опять же. На любой вопрос можно с двух сторон смотреть. Так вот, Пшатский округ, он самый небольшой, там живет всего 6900 человек. Ну, я имею в виду тех постоянно проживающих. И там всего две точки, которые имеют выход к побережью. Ну, то есть я имею в виду вот эти вот поселочки, которые находятся прямо непосредственно у моря. Это Бета и Креница. Здесь очень много таких интересных моментов относительно того, как образовалась, например, Бета. Ведь хутор Бета, вообще название происходит от адыгейского БТ, что означает горбатый. Или это или из-за гор, или из-за чего-то еще. Но там, на самом деле, во-первых, очень красиво, во-вторых, там немноголюдно. Несмотря на то, что население Бета всего 762, по-моему, человека, если не ошибаюсь, народу там отдыхающих около 10 тысяч. Но они как-то так равномерно распределены, что когда ты оказываешься на пляже, ты не ощущаешь того, что он переполнен. Там действительно мало того, что красиво, пляж очень чистый, очень ухоженный. Он еще и к тому же интересен тем, что вот отроги скал, то есть скалы возвышаются, скажем, вдоль одного из берегов, левого берега. Ну, не левого берега, а левой части, скажем так. И вот эти скалы, ребристые поверхности, они идут прямо под водой. И если ты смотришь сверху, а есть возможность сверху посмотреть, там тоже есть такая беседка, в которой мы были, кстати, с оператором, то такое ощущение, что море, оно расчерчено на линии. Когда ты спускаешься вниз, конечно, это уже не так привлекательно, потому что там и водоросли какие-то, и еще момент, я даже купался там, эти скалы настолько выступают порой, либо выступают над водой, либо они чуть-чуть ниже, то что можно, если встать на нее, ну, в полный рост практически оказаться над водой. Это не очень удобное докупание вот с этой стороны. Вот, но это безумно красиво, и только за одну красоту можно уже, не знаю, боготворить эти места. Опять же, там очень чисто, я хочу сказать, что вот местная администрация, хоть мы и обычно не хвалим администрацию, но тем не менее очень сильно следить за тем, чтобы там был порядок, чтобы не было никакой там слишком громкой музыки, и не было вот этого бесконечного чурчхела, пахлава, кукуруза вареная, и так далее. Вот этого там нет. За этим мне, кстати, это место и понравилось. И там, что касается отдыхающих, еще надо сказать, там очень такой своеобразный контингент. Люди, которые туда приезжают, они чаще всего приезжают туда уже не по первому, не по второму и не по третьему разу. Они знают эти места, они их любят, они их ценят. Так вот, а образовалась бета путем разделения, скажем, там возникло в свое время, еще в конце 19 века, возникли раздоры в селении, которое называлось Креницы. И вот от этой Креницы бета-то и отделилась. Причем в строительстве этой беты, вот, собственно, кренчане, если можно так их назвать, они принимали непосредственно участие. Бета выросла, стала достаточно, ну, таким, по местным меркам, крупным поселением, а в Кренице так и осталось около 100 человек, население. Так вот, в самой Кренице тоже отдыхает очень много людей, вот, и они приезжают туда с удовольствием, как я с некоторыми из них пообщался, они говорят, что им очень там нравится. И пляж, на самом деле, чем-то даже похож, может быть, на бетинский, но, опять же, есть небольшие отличия. Различие, в первую очередь, в том, что размер вот гальки, которые там есть, да, тоже по пляжу галечный, он меньше. Во-первых, он более удобный для того, чтобы заходить в воду. Хотя, честно говоря, конечно, для меня лично всегда вот вопрос того, где купаться, это такая дилемма. С одной стороны, мне нравится песок, потому что по нему удобно заходить в воду. А с другой стороны, галька, если пляж галечный, то вода всегда чище, поэтому приходится выбирать. Но вот здесь выбирать не приходилось, вода там чистая в обоих местах. И самое главное для меня, опять же, ну, не знаю, как для телезрителей, я очень не люблю вот эту морскую живность склизкую, которая называется медуза. Вот медуза там нет. Для меня это, опять же, большой плюс. Ну и вообще надо сказать, что окрестности и Пшады, и Бетты, и Креницы, там есть еще село Береговое, они фантастической красоты просто. Так, ну слушай, ну, достаточно немало набралось эпизодов, которых не было в обычных линейных программах. И я так понимаю, нас ждет еще один такой же сюрприз на следующей неделе. Это вторая часть «Неизданного путешествия через край». Конечно, немало эпизодов, но для одной программы их все равно было слишком много, поэтому мы решили их разделить на две части. Так что смотрите «Путешествие через край», это будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!